Значит, я, например, решил, что в третьем вдруг проявиться. Вот не появились, я уже ушел и снова пришел. Так, так что, это все время будет в вторникам? Да, да, да. Значит, я уже согласен. На чьего момент вы позвонили? Кому? Это что-то, кажется. Ну, это очень просто, а что? Чего у вас? Да мы думаем. Второй курс на магистратах будут ходить или нет? Почему? Не понял. Магистрат на второго курса будут ходить или нет, мы не знаем. Понятно, да. Как они знают про это или нет? Ну, они, в общем-то, не знают. Ну, да, на самом деле их не курс, да. Я их не видел. Не, ну, мы с ними и так договаривались, только мы точное время не установили. А, время установили. Ну, вот так, ладно, мы тогда с ними увидимся, поговорим тогда, когда завтра должен быть, например, в чеке-то. Мы с вами рассматривали, как в прошлый раз, начали рассматривать такую систему фермерности взаимодействия тысячи частиц. И, значит, ну, вот, если вот, начали рассматривать то, что называется фермер-фермерность. Значит, наука это, ну, такая, фермерологическая фермерность, да. То, что мы про эту систему знаем, это то, что у нее фермер-частицы имеют фермерность и спектр, да. То есть при эмулете температуры заняты все состояния ниже некоторой энергии фермеры, а остальное состояние свободное. Так что, ну, в этом смысле, как бы, что получается, если рассмотреть систему без взаимодействия, так, и медленно включать взаимодействие, то она перейдет в какую-то некую другую систему сильных взаимодействующих частиц, ну, у которых спектр возбуждения будет такой же. Так, значит, мы можем добавить к такой системе одну частицу, и опять медленно, да, демленно включать взаимодействие, получится система взаимодействующих частиц, у нас дополнительный, вот такой частиц, да. Значит, энергия этой системы будет отличаться от энергии, потому что исходная часть системы, мы добавляем частицы. То есть вот, значит, ну, нельзя, так сказать, как бы, написать прямо вот эту энергию, да. Мы просто можем рассматривать это как некое возбужденное состояние по отношению к тому, которое было проявляет температуру. Да, все заполнили, мы добавили частицу, система стала другой, разность между ними, это есть энергия вот этой, так сказать, новой образовавшейся квазичастицы, что за счет адипатического включения взаимодействия частицы у нас, как бы, одевают с новым конкурсом, как бы, связанным с взаимодействием с другими частицами, но они другими. Значит, мы, первое, что мы знаем, что у нас, считаем, что аспект энергии у нас для вот этих частиц, он такой же, как у невзаменительной системы, как это филерпийские частицы, дальше. Второе, значит, для такой системы, раз они филерпийские, мы можем написать выражение для истории, так, поскольку она определяется только статистикой тем, как заполнять состояние. Так что выражение диэтропии мы написали. У нас есть выражение диэтропии. Так что мы можем написать, что полное число частиц, можем ввести вот такую функцию распределения, просто ввести, значит, ну, P от инкурса и аспира, в простейшем случае, зависит. Аспир пока выписывать не буду, считаю, что он просто включен, ну, давайте уже поотмечить, на самом деле, функция распределения, функция распределения от инкурса, ну, и в спинном пространстве должна быть, так сказать, ну, матрица плотности в спинном пространстве, так, матрица плотности. Ну, или, когда у вас выбрана одна ось, и все состоят, например, это тоже такие плюс-минус, одно спинное кран, то есть число, сдающее плотность спинном, то ли это оси, то ли это оси, и все. Так, тогда, когда ты рисунок полка, мы там интеграл писали или сумку, пока я не помню? Я пишу P. Интеграл я писал, чтобы мне, как бы, все так же писать. Число, частицы. Да, вроде суммы, вот сумма, вот, да. Сумму писал, полка, да, просто. Да. Значит, интерпея тоже у вас тогда писала связь на субботу, поэтому P. П. 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 Так. Значит, ну, и, значит, мы ввели, вот, таким образом мы ввели, как бы еще, отдельную энергию для частиц. Ну, как про энергию системы, мы знаем, что в энергии есть функционал от функции распределения. Потому что, так, вот, исходный, ну, вот, этой функции распределения. Какой функционал, мы не знаем. Но если мы добавляем частицу, то энергия изменится. То есть, если изменение энергии, значит, изменение энергии, это будет, значит, сумма, так, здесь вот будет корректарет, нет, а здесь будет вавиационная производная стоять. Вот это, значит, вавиационная производная, она и будет иметь свой свой энергии частицы, потому что, если у нас изменение функции распределения, несоответствие того, что мы добавили просто одну частицу, то тогда энергия системы изменится на энергию этой частицы. То есть, вот это и будет сумма П, 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 Т. Вот, что будет? То есть, вот эту энергию, эти частицы наши, мы задышим, как претенджим, портрет, претенджим. Вот это, если мы будем под энергию частиц, ну, или вот в обличном газе, то есть, а гамметриняно-нодвижущиеся частицы, которые, так, термоторгамметриняно-это частицы, играет вот это вот штука. Да. Дальше. Вот отсюда, значит, из более-менее стандартного образа, как термоторгамметриняно-это, можно получить выражение на функции распределения. Что мы в плане каждый раз получили? Мы получили, что это от П, это есть единица, единица плюс е в степени векции нонад П, и ну, это химический потенциал. Ну, это, где химический потенциал, значит, ну, это, химический потенциал определенно выражен образом, как химический потенциал, и вошел вот сюда, если мы написали, ну, например, термодинамический потенциал, написали так, как, как, химический потенциал, это химический потенциал, ну, либо у вас, можно по-другому, можно просто искать экстремум этого потенциала при дополнительных условиях, сохранении числа частиц, состояние, как термодинамики, наверное, у вас искалось, с помощью, там, вариационных, ну, срежала стандартная вариационная задача, на условный экстремум, там вводится множество логранж, так называемых, да, и они там потом могут определять все эти термодинамические соотношения, как можно укладывать. Так что вот такой же топот на функции распределения получается, возле частиц, да, она, вообще-то говоря, сложная, потому что вот эта вещь, в действительности, это то, что нужно находить вот так, и мы ее, так сказать, не знаем, значит, t, c, e, e, это функционал функции распределения. Функционал функции распределения. Вот, то есть это, в действительности, вообще-то говоря, сложное уравнение, потому что вот эта сама тоже является функционалом функции распределения, т.е. это есть сложное уравнение, которое показывает, что сама вверх комплекта должна, ну, как-то находиться вот из этого уравнения, так, это первое. Второе, что вот эта штука зависит не только от функции распределения, она, благодаря этому уравнению, зависит от температуры, от химического потенциала, на самом деле. Т.е. так же, как и сама энергия частица зависит от этого. Так, поскольку там функция распределения, функция распределения вот такая. Вот это, ну, это величина играет роль, функция распределения в такой системе. Мы должны, мы рассматриваем, вообще-то говоря, такие слабо возбужденные состояния над, то есть, основным состоянием. Малость, малый параметр какой-то. Ну, на самом деле, вот, казалось бы, вот это отличает возбуждение. На самом деле, это не эта величина, потому что эта величина, я только что говорю, может быть, просто равно единиц, когда мы добавили одну четвертую. Я вам не маленькая величина. Маленькой, как бы, малой величиной является то, что это мало отклоняется в поверхность эфира, простоту энергии эфира. Тогда, так сказать, малое, потом суммирует, которое здесь идет. Дальше, значит, это функционал дельта еф, тогда тоже должно быть функционал дельта епсилу. Эпсилу, например, это вот это епсилу на В. Тогда тоже есть некий функционал функции распределения, так. И его тоже можно разложить, конечно, в измущении, так. Можно же написать, что дельта еф, добавка к какому-то невозмущенной энергии, это будет, ну, какая-то величина, значит, которой будет штрих. Она будет зависеть от В, так. Здесь будет дельта еф от В штрих. А здесь, раз она еще сама зависит от В, я поставлю В, В штрих. Ну, давайте я вот сюда вообще-то, говоря, одну вторую еще поставлю. Так, надо одну вторую. Ну, сейчас мы посмотрим, как. Так, нужно будет одна вторая. Видимо, нужно будет. Значит, вот это, это тоже функционал функции распределения, прямого возмущения мы тоже можем разложить. Более того, в конце концов, даже так, вот это тоже функционал, мы его тоже можем потом разложить. и вот эта вот вещь, это вторая валикционная производная. Вот за этим я одну вторую поставил. Вот этот, вот этот, вот этот штрих, который я делал, который сюда потребовалось ввести. Это будет вторая валикционная производная, вверху, 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 вверху. Так, вторая валикционная производная. Она тоже функционал функции распределения, и ее тоже можем разложить и до бесконечности. И возникает, как бы, ряд по таким магным возмущениям. Вот что здесь, так сказать, является малым и чем можно ограничиться? На самом деле, ограничивается вот этим только. Почему? Почему, так сказать, достаточно ограничиться вот этим? Или даже не только ограничиться достаточно этим, а этот член неизбежно надо учить, когда мы рассматриваем какие-то у нас слабо-восбожные состояния. Почему так происходит? Потому что, в действительности, мы рассматриваем не энергию, а свободную энергию. Значит, Е свободную энергию. Значит, это Е минус Э. Так что это будет Е. Вот это функционал Е. Это пункция распределения. Ну, минус сумма. Дельта е, так? А, ну, давайте я предмет когда напишу. Дельта е. Изменения свободной энергию. Давайте напишем изменения свободной энергию. Дельта е. Это дельта е. Минус дельта е. Дельта е. П assistanceVn, это сумма Вn, С simples см oak в п t дельта епселен. А, епселен на д дйта епселен. А, епселен на д д д, д 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 денная ц. Значит, это можно записать просто так, как в форме V5, V, минимум Z на V5, V. Никакого порядка этой величины. Вот это я написал, но без этого слога было пока. С этим слога было бы как? Так, в форме V5 мы должны были бы учесть еще член следующего порядка. Вот давайте я здесь вот напишу членов следующего порядка. Дель T. Дель T. Смена в следующем порядке. Сумма V. Фрексила V. На дель T на V. Вот так. Фрексила V. Плюс дель T. Фрексила V. Так, член следующего порядка. Фрексила V. Фрексила V. И минус сумма по V. Дель T. Фрексила V. Тогда у вас получится то, что у меня вот здесь написано. Сумма по V. Фрексила V. Фрексила V. Фрексила V. Фрексила V. И получится еще добавочные слога. Вот это вот. Дель T. Фрексила V. Фрексила V. И будет плюс одна вторая. Сумма по V. Фрексила V. Фрексила V. Фрексила V. Фрексила V. Это вот корректор V. Но еще вот корректор F. То есть это здесь второй члены разложения вот в V. Дель T. Директор епсал написано от вiterруε epсал записано однако Вот что написано Какого порядка выписанных членов? Что? Какой? Второй порядок. По каким-то районам? По сравнению, где-то между правильностью, порядок новостей. Так. И, какого ранения между правильностью? Да. Вот, на самом деле, действительно, вот это слагаемо. И здесь, на самом деле, второй порядок новостей, она по степени возможностей. Почему? Потому что вот эта. По нам, может быть, единица, но она близко порядка не верно. Поэтому суммируем по ней. Вот сумма вот эта, АП, ДН, ФП, вот эта что-то, вот она малована. Так. Это вблизи порядка не степени, как осуществляется. Так. И вот эта штука малована, потому что тоже от владения от двух правильных. То есть это второй порядок новостей. И если вы вот это написали, то мы должны прописать следующий член, второго порядка новостей. А следующий член, второго порядка новостей, вот он. Вот он. Так что вот в такой системе, в которой есть сильные взаимодействия, так, и мы рассматриваем слабо возбужденные какие-то, так сказать, состояния, то, на самом деле, поправка энергии, вот свободная энергия должна содержать два вот этих слуха. Так, первое. Так что первое, нужно писать вот этот член, рассматривать в этой молоке. Наряду с вот энергией. Вот мы рассматриваем функцию распределения. Рассматриваем энергию к визе частиц. Это у нас все есть. Так. И она целиком связана с тем, что система с сильным взаимодействием. в этой частиц. Что эта штука описана? Если опять взять, вот, взять, считать, что это вот добавка энергии к визе частиц, то вот здесь к этой энергии добавляется некая штука, которая зависит от состояния всех других частиц. Так. Вот эта добавочная штука, это фактически взаимодействие со всеми другими частицами. Это есть, ну, какое-то такое, как бы, среднее поле, которое для меня действует со стороны всех других частиц. Это, при этом я не делаю предположение, что это взаимодействие мало, взаимодействие немножко инсигмус. Так что вот учет взаимодействия можно провести действительно вот таким образом. Введя некую такую вот, такую функцию, которая описывает сильны взаимодействия между частицами. Вот она. Вот эта функция называется функцией Бера Sheet in cara with взаимодействие. Она описывает, действительно, взаимодействие между частицами, причем, не таким простым образом, как две частицы города действуют по другому, а каждая частица движется в сложенном поле, в котором создаются все другие частицы. Вот этот порядок взаимодействия. На самом деле, конкретно вот это значение РП больше, что здесь один импульс относится к этой частице, которую мы рассматриваем, а второй относится к какой-то другой. То есть это как бы величина, фантазирующая вот эту энергию взаимодействия между ними. Это параметр взаимодействия. В этой науке, вот мы, в общем-то, сформулировали в основное положение теории хермы-жидкости, фактически. То есть, первое, предполагается, что спектр, состояние такие же, как в фирме, вискоргазе. То есть спектр, что занятие составляется. Дальше. Функция распределения. Энергия является функционал и функция распределения. Статистик и сфер, если тогда вот энтропия такая, то, что первое, это сфер, если статистика, это наши в этих возичьих цифрах. Второе, в энергии функционал и функция распределения. Отсюда мы видим, что вот энергофункция распределения, это вот такая. Дальше. Энергия квазичастиц, это входящая вот сюда, это вот первое, функциональная производная, это вот эта штука, ее вели. Это на самом деле параметр, мы ее не знаем. Мы функционал-то не знаем. Но знаем, что вот эта производная имеет смысл энергии квазичастиц. Энергия квазичастиц рассматривается как феномонологический параметр. То есть первое, это то, что статистика. Второе, вводится для энергии вот это репсал на В, в некоторой величине, которая есть. Откуда его брать, либо из эксперимента, либо из микроскопических расчетов каких-то всех. Но вот это тоже мы следуем поднимать под энергию возбуждения. Второе. Взаимодействие между этими, кстати, в квазичастицами, взаимодействие описывается вот этим выражением, где вводится еще один феномонологический параметр, но даже функция взаимодействия. Мы ее тоже не знаем. Но знаем, что взаимодействие следует описывать вот так, введя вот эту формуцию. Это тоже такой феномонологический параметр, который откуда-то нужно будет взять. Либо из микроскопических расчетов, либо опять из экспериментов, то есть посчитать какие-то явления, посмотреть, что будет, как туда входит этот параметр, и, значит, чему он равен, там, каких-то конкретных, вот таких ферлифских, в жизни. Так что, вот, значит, первое, это статистика ферлифских, того, что выявлено функционал и сочетоверный параметр, вот она, рассматривается как параметр, и взаимодействие описывается вот это выражение, функция R, P, P, Stringer, это функция, описывающая эту взаименность. Вот, дальше. Вообще, так говоря, дальше можно рассматривать разные свойства. Разные свойства и смотреть, как в этих свойствах проявится, вот, ну, во-первых, особенности спектра какие-то, как проявится, если они есть. Ну, в самом простом случае никаких особенностей нет, это то же самое, как было в газе P2M, только по D нужно, может быть, что-то другое. А по-кландратичным попыткам, ну, цель, все, в самом простом случае. Так, вот, так, вот, так, вот, колес, скажем, там, посложнее, но, в принципе, вот, самый простой случай, это так, вот. Это считает, что изменилась, допустим, только, вот, коэффициентность действий, то есть эффективная масса. Так, кроме того, как входит в разрезвечение эффекта вот эта функция фермишета санузелой действий? Где она проявится, к чему приведет, и что на опыте наблюдается? Наблюдаются ли эти проявления? Тогда можно определить, чему равна опыта. или какие-то характеристики. Так что наука у нас есть, можно вычислять разные свойства. Так что наука есть параметр справедливости этой науки. Параметр справедливости — это, конечно, степень возбуждения мала должна быть. Вот это число возбужденных пози частиц должно быть мало по сравнению со вселенной стороной. Так, со сколами числами, конечно. Вот это должно быть мало. То есть малым параметром является не величина взаимодействия, а слабость возбуждения системы. Число возбужденных пози частиц мало, и это рассматривается. Мы к этому еще вернемся, когда будем генетические свойства рассматривать. Так, то есть вот число этих возбужденных частиц мало, и они могут рассматриваться как газ просто. Так что вот основные положения теории фирмы и жидкости, они, в общем-то, готовы. Статистика фирменская, энергия — это вот она, рассматривается как параметр, а взаимодействие — здесь вот так. Так, ну вот теперь я хочу про эту функцию тогда просто поговорить. И как она в этой науке, так сказать, задается. Ну, во-первых, она должна быть себе отличительной машины. Так, R, 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 R. Так, теперь, значит, поскольку у нас будет слабое возбуждение всегда, так, системы, то вообще, так говоря, всегда мы практически входят вот эту штуку с импульсом на поверхности фирмы, потому что это разложение. Вот это отклонение от генетической поверхности фирмы, а все производные части, вот это второе производство. Это энергия будет на поверхности фирмы, вот частиц. Так, и возмущение. Так что вот тогда это вот то отклонение, которое у нас соответствует возмущению, а это берется при том значении, при котором мы, так сказать, как бы разложение в порогах. То есть эти фирмы фирмы лежат фактически на поверхности фирмы. Так что в самом простом случае ты затронули на по компьютерной системе, с п testeц, затронули на перекры или дисперсией. У нас на самом-то деле haben wir, wo dv", L, R, 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 R. C, с импульсами, которые лежат на соответственность на поверхности фирмы. Если мы рассматриваем простую систему типа減энкрет Maßnahmen, то есть критический Surf is wiederum N 숟, как его дисперсии, то тогда это будет просто фи, когда закон дисперсии, это P квадрат на 2, то есть P квадрат на 2, тогда на поверхности эфира будет просто задано увеличение импульсом P-фи, потому что это будет функция, которая зависит от импульсов, но импульс лежат на поверхности в общем случае она зависит от величины импульса и от угла между ними в этой функции, что другу взаимодействующую частицу. Так вот, величины импульсов лежат на поверхности эфира. Поэтому я про них пока говорить не буду, а фактически функция функция только от угла между ними. Это P квадрат 4. Это функция от косинуса, мы назовем гамма, где гамма это угол между вот этими импульсами. То есть угол между вот этими импульсами. Кроме того, нам функция от модуля импульса, но модуля импульса у нас лежат в самом простом случае на поверхности эфира и, так сказать, это нигде-то не проявляется. Все время должны быть выражения, которые мы будем получать, они должны быть лежать на поверхности эфира. Так, теперь, начать. Раз эта функция только от угла между импульсами, то, вообще-то говоря, ее можно разложить по полиному лежандру, просто по вот этим. От косинуса к этому просто. Так, по функции. Ну, косинус это меняется от минус 1 до 1, а полиному лежандру — это функция ортогональная на промежутке от минус 1 до плюс 1. Была у нас такая процедура Шварц, там, ортогонализация, наверное. Мы, наверное, отстроили такую систему функций, видели, что это так. Поэтому это разложится по полиному лежандру просто тогда в ряд. Значит, можно разложить в ряд. Ну, давайте я напишу, значит, какие-то коэффициенты, потом другие не будем коэффициенты. Значит, Fb от 0 до бесконечности. Так. Здесь напишем коэффициенты разложения. Давайте я напишу, что αe пока. αe, а здесь полиному лежандру, αe от 80. Вот разложение будет. Это будет коэффициент. А так, ну, обычно еще вы выбираете множество, которые я буду скидереться. Ну, и это будет еще. Так вот. Тогда вся функция будет задаваться вот этими параметрами. То есть в этой теории взаимодействия частиц будут входить некие параметры вот эти αe. А0, А1, А2, А3 и так далее. Более того, окажется, что в наблюдаемых эффектов, проявляются только самые первые из этих эффектов. И нужно либо из эксперимента их знать, либо из гиброскопической теории рассчитывать только какие-то первые из этих эффектов. А0, А1, А2 и так далее. В каких-то тонких экспериментах можем пытаться найти следующее. А на самом деле основные от таких простых наблюдаемых эффектов проявляются только самые первые из этих эффектов. Вот это и есть параметры при свыше всего 10 частиц в такой системе. Но эти параметры, вообще-то говоря, размерные, обычно входят безразмерные параметры. Безразмерные параметры как ввести? Вот я проиллюстрирую просто, чтобы показать, что у нас будет входить. А когда мы будем считать, мы будем видеть, что именно эти причины у нас будут возникать. Но как написать? Значит, очень просто. Потому что вот у вас стоит вот эта добавка к энергии. Мы этой шелкой определили этим радостном, определили, что вот это такое. Давайте я вот это возмущение напишу так, чтобы оно угрожалось тоже через изменение генера. Это будет dfp. dfp. Потому что это у нас функция. Вот мы написали такое. Тогда видно, что здесь будет одна параметра. Сумма поetrpp' так, зубинитив Battle Д т тьпп' на пра д д д д Размерность одинаковая. Вот это вот. Это takes gall out a p и вот это д д д д д д д д д . А вот это должны быть безразмерные места. Поэтому разлагать порядок нужно не саму функцию этого, а вот эту, если вот это происходит, если функция от модуля, если энергия функции от модуля, то по углам, по всем нашим продуктам, по суммирован, у вас тогда возникнет ну, вообще-то, у меня плотное состояние, конечно, с эфиром просто. Так что вот суммировать, разлагать нужно. Здесь размерный параллель, мы будем начать. Ну, давайте мы это напишем один раз. Значит, сумму по P, я буду рассматривать сумму по P, F4, 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 F4. А здесь F4, F4, F4. Значит, F4 у нас функция от, только на модуле импульс, мы собрали его пол-плана и взяли сумму по P, да? Тогда вот, значит, мы тогда запишем так. И в эти, а эти у нас функции будут. Нужно, не буду я тогда это показывать здесь тогда, потому что нам придется тогда подить сразу еще и важный состояние. Но это, наверное, на конкретном случае надо мне это показывать. То есть, в действительности, вместо вот этих размерных коэффициентов, должны быть эти коэффициенты, которые будут безразмерны. Безразмерными, значит, будут, нужно опять же, чтобы добавить множители, отличающие подлости состояния. Тогда, вот он, вот здесь возникает. Вот он, по всей, там, переменной, по угловым, по модуле, снизить синтеграл. Благодаря тому, что, ну, скажем, при нуреи температуры, при этом мы смотрим, вот, как это, модуль P, равен P, F4. Оставшись, это даст плотность состояния. Так вот плотность состояния, если вы должны что-то, будет безразмерно видеть. А это будет размер. Обычными коэффициентами, которые у них характеризуют, ну, с ним взаимодействием, являются безразмерные коэффициенты, которые отвечают, вот тому, что я написала, умноженную на плотность состояния на поверхности эфирмы. То есть, при квадратичном изотравлении в законе дисперсии, вот так вот, плотность состояния на поверхности эфирмы, мы просто объем по эфирме на пик, вот он, он поможет. То есть, вот это нужно умножить вот на такую штуку, когда будет безразмерная вещь, и, значит, это будет безразмерный параметр, призывающий взаимодействие. Давайте я вот так напишу, у нас, вот это аф, на аф, на аф, на аф, на аф. Вот эта штука, вот, обычно, обозначена одно из вот таких широко распространенных обозначений, и, значит, у нас надо появиться. Так. Ну, что еще тут сказать, что можно разложить, конечно, на аф. И по отдельным импульсам, вот эти импульсы, каждую функцию двух импульсов, функцию, как функцию каждого из импульсов, можно разложить по эфирическим гармоникам, как обычно. Тогда здесь будет по одним эфирическим гармоникам, здесь по гармоникам, характеризующим вот направление вот этого П штриха, здесь вот. Можно разложить их, разложение получится, там все сведется к вот этому же, так. Или это разложение можно получить как угол между вот этими векторами, П и П штрих, между двумя векторами, всегда можно выразить через углы, задающие самый вектор. В свереческой системе координат вектор будет задаваться какими-то уголами. Скажем, θ и φ, θ' и φ'. θ и φ, θ' и φ', θ' и φ'. И свереческие импульсы задаваются вот эти импульсы. И угол между ними, он выражается через косинус и синус вот этих углов. Косинус, синус, косинус и синус вот этих углов. И можно написать разложение в виде суммы такой, разложение по сферическим функциям, задающим вот эти, эту зависимость от импульсы. Можно это написать. И мы тоже это на конкретных примерах проделываем, у вас конкретно. Так что можно, в результате все равно, параметры, которые у вас возникнут, они будут вот эти. Только вот от такого. Ну, у меня от воли или вот эти параметры. Те, которые возникнут в этой молнии. Так, ну вот, фактически я, значит, основные положения теории фирмы жидкости сформулировали, надо бы что-то вычислить из этого дела. Так. Первое, что я вот хочу написать, это мы должны были бы написать условия устойчивости в такой системе. Так. То есть, когда такая система должна быть устойчивой? И это должно быть связано с взаимодействием, вообще-то говоря. То есть, взаимодействие, если оно, так сказать, сильное ничего-то, то система должна быть перестраховываться. Условия устойчивости вполне понятны, потому что термодинамический потенциал должен иметь минимум. Так. И условия минимума, вот это и есть условия устойчивости. На этом языке вот наше возмущение означает, что границу можно найти просто. Изменение функции распределения, оно целиком должно быть связано с вот этим изменением энергии. То есть, на самом деле, вот ДФФ должно равняться ДФФ, 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 ДФФФ. То есть, изменение вот этой, как по энергии, фермы, как граница, должно определить изменения, как распределение функции. Вот одно должно равняться с другим. Это и есть условия устойчивости. Так. Неустойчивость – это тогда, когда, так сказать, что-то будет у нас стать. То есть, это измущение, как говорится, сфера будет у нас. Вот. Вот это просложение, это соотношение можно просто написать, взяв, как условия устойчивости. То, что определяет границу с этим возмущением. Взаимодействие сильнее, а тогда система становится устойчивой. Относительно возмущений поверхности фермы, практически. Так. Для того, чтобы разорваться, какие отличения нам вот это взаимодействие, какая-то радиация, нужно написать вот этот динтериум, что вот оно у нас написано. Вот оно написано. Давайте тогда прямо напишем вот этот ограниченный условий. Затем, что означает. Так. Дельта и эпилона В. В окно. Дельта и эпилона В. А здесь дельта и эпилона В. Дельта и эпилона В. Мы сталкиваем. Дельта и эпилона В. А здесь будет одна вторая. Мне это еще не очень нравится. Как бы она нужна в этом разложении вот здесь вот. Дельта и эпилона В. Это производная. А, вот оно что-то. То есть здесь одной второй не нужен. Здесь одной второй, которая мне не нравится, и действительно нужен В. Потому что вот там она действительно должна быть. А вот это дельта и эпилона В. Дельта и эпилона В. Это будет эпилон В. Плюс здесь два членов В. Вот. Дельта и эпилона В. Поэтому она вторая стратегия состоит из сомны В. 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 определяющая традицию устойчивости. Давайте разложим в интеграл, мы платили по сферическим функциям, к примеру, разложим по сферическим функциям, это возмущение. И фактически у нас это и будет условие, что те возмущения, которые есть, он подвержен с тем, что изменит им. Разложим по сферическим функциям, это функция от импульса. По сферическим функциям разложим сумму по P, P, по сферическим функциям, которые у вас, наверное, размечались вот так, когда-то так, и представляют собой там вот эти сферические функции при KLM у вас, наверное, представлялись как нормировочный коэффициент некий. Ну, давайте я напишу C, P, P, C, KLM, а здесь будет присоединенное угленом лежанта, присоединенной функцией лежанта от 8% тета, так, E в степени I, F, где тета и фи, это вот импульс у вас, имея сферическим координатам, координат B, тета и фи. Вот, значит, сферические функции в разложении по вот этим углам. Функции, зависящие от импульса. Тогда вот здесь будет ну, коэффициенты разложения. Давайте я их напишу как в какой углу написано там. Как в какой углу написано там. Вот, давайте напишем P, P. Так, коэффициенты разложения здесь будут вот эти P, L, P, L, так, вот это разложение вот этой функции. Это P, F, P, P, F от P, это разложение по сферическим функциям. Ну, я могу написать просто D, L, на вот эти функции, но тот набирающий квитет, который есть, я просто загнал сюда и все просто. Так, тогда здесь будет здесь будет P, F, P, L, P, L, P, F, эти зависят на самом деле от энергии и не зависят от угла. Если это равновесные функции распределения, так, то здесь зависит она только от энергии. Энергия зависит только от модуля импульса и все. Тогда остается D, E, P, D, P, так, ну, на самом деле это фактически выявил слабое возмущение, это минус D, E, L, E, L, E, F, так. То есть, вот от этой функции нашей, так, она же все равно, хотя там это сложные интегральные соотношения, ну, не интегральные, сложные соотношения, Ф это есть единица и делится минус плюс ЕВСИЛОМ и ЕВСИЛОМ и ЕВСИЛОМ и ЕВСИЛОМ. Сложное уравнение ДР, но на самом деле ДР по ДЕВСИЛОМ, ДФ по ДЕВСИЛОМ, можно построить, это будет гиперболический, косинус, там все прочее, просто по ЕВСИЛОМ, при уровне температуры это сведется, конечно, минус ДЕВСИЛОМ, ДФ, минус Z, которая при уровне температуры совпадается на ЭВСИЛОМ, так что вот это сведется, и это независимое перед углом. Так что от углов зависит вот эта вторая часть, вторая часть от углов. Как ее, так сказать, написать? На самом деле про вторую часть мы знаем пока что, это будет сумма по П-штрик, а здесь будет вот эти наши коэффициенты АВ, П, 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 П под космусом гамма, П, под космусом гамма, а здесь ДФ, это будет сумма по П-штрик, вот это ДФ, П-штрик, коэффициенты точно такие же, как там, разложение, ну и здесь, значит, КОЭФ, штрик, коэффициенты АВ, КОЭФ, штрик, так, Е в степени, там, минус и плюс ДФ, вот разложение. Так, теперь что? Теперь надо взять и, значит, вот эту сумму по П-штрик, расписать как тоже, как сумму по модулю и по углам, так, начать. что это сделать, их никакого слова не представляет, сумма по П-штрик, это есть, это есть, ну, вообще не говорят, это П-икс, но это есть, вот так, сумма по П-икс, П-икс, П-и-грек, П-з, так, успеха, так, тогда каждый, если или, соответственно, или, соответственно, или, то есть, ДФ-з, это объём, здесь, я, пожалуйста, на 2Т, АВ, то, что у вас ни один раз не можете, а здесь интеграл по импульсу П, так, так, а интеграл по импульсу П замедите на интеграл по цивилизации П-з, так, так, что это будет В на 2Т, АВ, здесь будет интеграл от нулятора бесконечности по ДФ, по маду, так, интеграл от нулятора Пи по ДФ, интеграл от нулятора Пи по ДФ, так, ну, всё должно быть со штриками, потому что я начинал вот с того, что здесь движешься со штриками, чтобы не путать стены, которые, так сказать, без штриков, я здесь тоже пишу вот, вот у вас штука, так, ну, что дальше делаем, а дальше делаем следующее, вот мы эту штуку отставили, так, значит, здесь будет тогда, так, здесь будет ДФ, так, здесь будет вот это В на 2Т, так, дальше будет интеграл от нулятора икобиан перехода, я это ещё забыл, да, написать, икобиан перехода это В штрик квадрате на синус Т штрик, икобиан перехода к сверлической системы координат, так, тогда здесь будет ДФ, здесь будет В штрик, ДП штрик квадрате, так, ну, и, что больше ничего не будет, так, будет сумма, будет, так, так, сумма, так, сумма, так, ну, ничего, сейчас я пишу, да, я хочу, хотя вот, что я написал, у меня есть ещё вот эти коэффициенты, которые, вообще-то говоря, только от модулей записи, да, АЛФ, В, В, В штрик, от модулей записи, ну, вот, я и здесь, например, сумма по В, АЛФ, В, АЛФ, В, В, В штрик, так, во всякий случай, пока вы пишет, дальше стоит сумма по Гринштейн, сумма по грифу Штрик, ЗМ Штрик, Д, Кр существует герушツик, так, Д, Крencer, Д. И стоит, вот, то, что это грифуется полукланом, грифуется полукланом, бы которые от грифу Штрик, из-� tennis-тель штрик, там, напарк, это cuál Вы знаете, и дальше на не referral. И даже эрик Harvey П, В, от полосы на саду, П, В, от полосы на саду, Э, в саду, и В, и В, и в саду. Так, где-то я еще забыл, потому что вот здесь 2, нет, не здесь, я могу здесь написать, вот здесь. 2, В, плюс единица. 2, В, плюс единица. Которые выделили, потому что поляного лежан, это не ровно, это не нужно еще. Единицу такой не будет. Так, вот, поэтому я понимаю, этот ножник вот здесь. Так что вот то, что у вас получилось. С одной стороны, вот у вас. С другой стороны, вот оно, вот это длинное положение. Ну, вот если его будет, так сказать, представить тоже в виде такого разложения, то есть, что вообще без сомнения можно, потому что вот по углам фи штрих, где вот эти фи штрих и фи штрих и дата штрих можно проинтегрировать, потому что вот эта функция зависит от углов фи штрих и дата штрих и фи и дата. По фи штрих и дата штрих можно проинтегрировать, останется меньше зависящее от углов фи штрих. То есть вот от этих же штрих. Тогда, если это можно будет представить в виде разложения тоже вот по такими сферическими функциями, то тогда легко будет определить вот как эти коэффициенты связаны с теми, которые там получились и с коэффициентами фирмежимостного взаимодействия. То есть у нас вот то, что соответствует возмущению нашему, а второе то, что соответствует этому возмущению, вот здесь. Мы то, что с возмущением можем верить, оставшимся будет этим множителем или какой-то там более сложной штукой от вот этих параметров фирмежимостного взаимодействия. Вот условия неравенства вот этой штуки, то есть равенства оставшимся, а сам разобрать равенства вот там. нулю в оставшемся взаимодействии, тогда вот это может быть неравно. Это и будет условие устойчивости фактически. Осталось просто разложить вот эту штуку в сферическую функцию, проинтегрировать и получать ситуацию. Вот это условие устойчивости. Вот это я хочу проделать. Давайте мы тогда первый раз сделаем, чтобы вычисления не проводить сразу. И останется, и получится выражение, которое даст нам следующее устойчивость. Через параметры фирмыежимостного взаимодействия, которые, где они остались? Вот здесь. И там какие-то основные известные буквы. Все известные буквы свернутся, конечно, в области состояния, потому что ничего тут не получится не иметь. Так, так что давайте перейдем. Так, значит, ну я вот хочу вычислить вот это дело, чтобы получить условие устойчивости. Так, значит, что нам нужно сделать? Вот у нас есть вот эта часть, она вот той, которая там. Значит, нужно для того, чтобы выполнить интегрирование вот эти, надо вот это выразить через космус, вот это, вот это, что ли. Делается это вообще-то прям просто. Делается просто, потому что вот этот космус гамм, космус между двумями угла, космус угла между вот этими двумями. Через фирические угни записывается просто. Космус θ, космус θ' плюс синус θ, синус θ' здесь космус, фи минус и штрих. Ну, вообще, это строится геометрически, я не буду строить это, но можем найти в каком-то справочнике, но мы можем о себе подсказать. Дальше, вот то, что точно можно в справочнике найти, в сложной, из того, что есть справочник, или прямо найти такую формулу, что таллинуфли гамма от вот этого космуса гамма, если гамма равно вот этому, то это есть сумма v от минус l до f, и, значит, так, t в минус l, патериал на t в плюс l патериал, значит, p, i, t, от космуса θ, p, i, t, от космуса θ' и, здесь, e в степени i, m, φ минус и штрих, так, и вот так, вот такую формулу можно найти. То есть это фактически разложение вот этой штуки по сферическим функциям, ну, это там, вот, например, это p, r, g, это присоединённые функции лижантов, их иногда называют присоединёнными полиномами лижантов, но они на самом деле не есть полиномы, поэтому это присоединённые функции лижантов. То есть в целом сферические функции, та, которая у вас вводилась, конечно, где-то в ваших наук, потом их изучать, а у нас, ну, вот, то, что это коеффициент на короче, на короче, это вот это p, ну, от космуса, е в степени, и у фи, вот, вот эти сферические функции, вот это фи, которые мы будем, наверное, где-то рассматривать, да, через них вот так записывается. Нормировочный коеффициент, ну, кстати, нормировочный коеффициент, тогда, это p, c, будет делиться на 2, актерии, будет соединиться, так что идиот актерий, который мы смогли повторить, и актерий, идиот актерий, так что вы тут схватились. на всято, в любом, не сможете найти этот набировочный коеффициент, и у вас, сейчас мы увидим, почему он должен быть дожирать. Так, так вот, если я это все подставлю, вот так, так, давайте я вот p написал, что что я написал, подставлю, вот сюда, тогда я получу, здесь, берем, получим, ну, давайте я иммиратор запишу, вот это, например, по углам, по углам у нас вместо этого полинома возникнет вот эта штука, и возникнет самый хинтрам по углам вот такой хинтрам по углам Дальше будет синус θ, а дальше будет стоять вот эта сумма, то есть вместо суммы пары будет стоять сумма еще пары, вот поэтому вот это вот все, вот это и вот эта часть не интегрируется, то есть вот эта штука и вот Е в степени Е в степени. То есть у вас будет здесь ПТ от косимуса θ в стричь, Е в степени И, минус Ли, прям Фи в стричь, так, дальше будет то, что там ПТ от косимуса θ в стричь, так, две в степени и М и штричь. Вот у вас что в степени случилось. Ну и интегрируем это все. Дело в чем? Что интегрирование, вот это, вот это вместе, это интегрирование, а не соединиться, перемениться по космосу, вот это, ну давайте я икс, по познавчим по познавчим по космосу, так, вот это икс, тогда вот здесь икс, так, вот здесь как бы икс, т.е. вот здесь мы должны иметь икс, т.е. вот здесь, М штрих, М штрих, а здесь М штрих, так, что вот в этом вот икс и мин штрих здесь мы должны иметь, так, так, что вот здесь будет Э штрих, М штрих, икс, а здесь будет интеграв по, например, до двух Пит, до 3, так, икс, так, икс икс, икс икс, икс 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 икс. Вот, вот интеграл по золе. Значит, этот интеграл, Этот интеграл это два пи на дельта в дельта, ну, точнее, два пи, если бы дельта функция, надо так, вы дельта символом, это дельта в дельта в дельта, тогда здесь все в дельта одинаков, и вот этот интеграл, это номеровочный интеграл для этой присоединенной функции режима. Это как раз будет, значит, два, вот то, что я здесь писал, единица на 2A3 плюс единица, значит, n минус n, так, артериал на n плюс n артериал, вот этот интеграл. Этот интеграл даст вот этот номер, ну, а этот даст, значит, дельта, окрены, ну, и здесь тоже, соответственно, дельта или штыр. Так, дельта или штыр. Ну, в результате у вас получается с одной стороны вот это, а с другой стороны получается вот эта величина, давайте я буду тогда тут вот, так сказать, как бы стирать, что тут у меня осталось. Вот этой суммы по п штыр. Так, так, так. Суммы по п штыр у меня осталось. А, вот здесь она осталась, вот здесь она осталась, вот здесь она осталась. Вот здесь, n на 2A3, так, вот этот интеграл. Дальше. Осталась сумма по n, так, и сумма по n. n4 равно вот это, в этом добавлять, начинаем по сусму по n. А, и штыр равно n, просто. Так, что вот здесь у вас, так, раз накорбед busca непять сумма, а 2 2p plus prost, так, 2p plus 1, а – alpha i, так, а 2 3 плюс его и третий. здесь возникает G, I, M, D, H, M, поскольку у нас вот эти перкусимы, D, H, M, F, и здесь остаётся ещё вот эти формы, которые у нас здесь присоединяются с антиджантом, которые идут от космоса дета, E в степени I, M, F, и вот этот критцент ещё, давайте мы его вот сюда напишем, E, F, E, M, D, M, Ali箱, M, F, M, D, H ... Еще вот этот критцент, besides эндегрирование по космосу V в целом, Вот этот коэффициент, который, по крайней мере, в точность уничтожен вот этот. Давайте я вот сюда его напишу. Это будет видеться на два объекта плюс единицы. Здесь есть вот такой пыль. И пыль с мобильным материалом. Пыль с мобильным материалом. Вот они, естественно, чуть-чуть, естественным образом, сохранятся. И останется вот этот коэффициент, умноженный на что? Умноженный на вот... Умноженный на... Сейчас. Вот это можно убрать. Я напишу просто то, с чего мы начали. Прикосилось следующее. Дрэп по дрэп. Так. Вот будет V на 2 E на 4 Q V. H Q V. Далее шли в метро. А D P шлик. V шликводователь. Так. А здесь будут стоять тогда. Силум. Мопава. A, M. Так. A от монеты бесконечности. А по A мы от минуса A на плюс A. 這裡 будет д х и д Ну и опять порывы от х Две в степени не меняющих Вот у нас есть два разложения Это разложения должны быть равны. Коэффициенты этих разложений должны быть равны. Вы получаете, что вот это D, 3, V, значит, равно D, D, P, P, A, D, E, P. Этот коэффициент зависит от P. П, P, V, V, H, P, D, H,,, D, P, H2, D, P, P, F, D, G, E, P, F, D и вот эти коэффициенты r fen tran JPU AR, H2, Вот у вас что получилось. На самом деле, вот отсюда видно, что ТЛФП пропорционирует вот это производство фактически. Поэтому у нас в действительности импульс будет, конечно, окна поверхности ФИО. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно просто, ну скажем так, взять и проинтегрировать по модулю ВПП. А, ну даже можно этого не делать. Можно просто вынести вот это на поверхность ФИО. Потому что вот благодаря этому это будет только на поверхность ФИО. Вот это отлично нагревает только на поверхность ФИО. Эта штука пропорциональна вот этой. Пропорционально вот этой штуке. Так что вы можете записать. Вот даже вот вот. Давайте мы прямо запишем. А что нам мешает? Давайте вот прямо для этого коэффициента попробуем записать. Вот для этого интеграл. Возьмем вот такой интеграл. Вот такой интеграл и для него запишем. Ну, назовем это ДРМ. И запишем для него. Интегрируем просто. А здесь будет ДРМ просто. Вот я домножил на П квадрат и интегрирую эту штуку. Здесь возникло ДРМ, а здесь возник интеграл. По ДРМ. П. Так. П квадрат. Так. ДРМ. П. По ДРМ все равно П. Так. Ну, а дальше возникло П. ДРМ на ДРМ на ДРМ на ДРМ. Ну, осталось. Вот уравнение. Значит. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Это что такое? Вот. Если это невозмущенная функция распределения для основного состояния. То это происходная, например, температура это просто ДРМ функция. Давайте я для этого в случае выписал. Что вот это ДФФ по ДРМ функция Ф это весь минус ДРМ функция Ф минус, извиняюсь, минус ЦТО или энергии ФИМ. Энергии ФИМ. Энергии ФИМ. Так. Значит. Вот здесь возникает. В этом интеграле что возникает? Этот интеграл ЗВИМ. И вот. Будет равен. ДРМ. ДРМ функция снимет интегрирование по модулю П. Так. Или давайте по энергии тогда. Давайте мы перепишем тогда по энергии. Вот. ДРМ. Вот. ДРМ. 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 Вот у нас хотели интегрировать. Значит интеграл. Значит. Считая, что энергия. ДРМ. 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 и так далее. То есть замену переменных сделано более сложно. Я не буду это делать, все равно мы будем предполагать, что у нас вот такой. Можно до происходного закона дисперсия написать тоже. Но вот если это так, то тогда вот здесь будет единица, одну вторую мы поставим, b квадрат, db квадрат тогда будет, так чтобы нам к n-рбитам не перейти. Значит, d ε равно dp на p на dp, d, так, p на dp, b, и тогда dp, это есть n на p, d ε, так, интеграл от нуля до бесконечности, fd ε, так, а здесь будет b на m, m на p, m на p, mp, mp от ε, так, а здесь минус db от ε, минус ε. Ну вот теперь он просто снимает, дельта-функции снимает наш интеграл, остается минус m на p от ε. дельта-функции, минус m на p от ε. Вот что возникает. Так что вот здесь возникает минус m на p от ε. Вот так, минус m, минус m на p. Ну и что у вас возникает? Так, возникает еще одна вещь я пропустил, потому что вот где я ее пропустил. потому что интеграл номеровки, который я вот здесь написал, он содержал у меня многих единиц на два, на самом деле числителе двойка еще стоит. А здесь вообще-то, говоря, стоит двойка еще. Эту двойку я забыл. Так что вот здесь, значит, возникла бы обязательно двойка, которая у меня до сих пор, насколько я понимаю, где-нибудь. Поэтому двойка вот эта вот здесь бы возникла. Возникнет еще А4 по ε. Потом вот эта двойка аккуратно нужно попытаться вычислить. Получится еще двойка от интеграла фермера по синусу t. И в интеграла фермеровки для полиноматрижан, там есть. И здесь. А здесь он нам нужен был введен в два и плюс единиц максимум. Поэтому двойка тут должна тогда возникнуть. В два и плюс единиц обратиться, двойка останется. Еще одна вещь, которая должна быть здесь, это должна быть, так, двойка, которая должна быть от spin, которую мы тоже получили. Мы написали при суммировании по импульсам. Мы только учили, что у нас суммирование по импульсам по Px, Py, Pz. Поэтому вот сюда нужно добавить еще одну двойку, которая вместе вот с объемом, нужно добавить двойку, которая пословлена spin, быстрее spin. Раз у нас фермерские частицы, тогда добавится еще двойка отсюда. Так, и вообще-то говоря, я вот здесь написал 2P, вот это символ, так, а на самом деле тогда, поскольку я снимал с помощью, я интегрировал вот это U в чьи, так, то здесь у меня должно возникнуть еще 2P. И тогда у вас получится, значит, еще вот сюда добавится 2P. Ну вот с учетом этих замечаний, которые я допустил, у вас получится следующее. Дальше. А как это у нас правая часть или D, или М получилась? Там же еще альфа у нас задевает. Альфа, альфа у меня где-то под восстанавливанием уже. И так, что? С тем самым последним вот это мы видим. Как D и М получились? Альфа, альфа, R по первым. Альфа, без ни, у нас, так, Альфа, при просто, так, дальше. Вот у нас были вот здесь написаны выражения, которые при интегрировании по вот этому по B даст Дельта, М в штехне, так, D, это даст Дельта, В, 81, 28, вот этот рецент будет Это понятно, но вот эти капли из твоей последней строчки получили последнюю. Есть вот это? Да, мы умножили на... Альфа без сетей, это значит. Ну как это умножили и проинтегрировали, да? А, значит, да. Значит, P квадрат умножили и проинтегрировали. Да, согласились, что вот здесь, вот это. Но дело в том, что у нас интегрирование с вот этими. Вот мы все остальное можем, так сказать, я могу оставить сейчас, вот здесь, альфа, фуэта и прочее. У меня все равно будет вот это дефир. Эпсилон минус эпсилон фи. У меня все остальное, упрямляя температура, будет взято при уровне кофе. Да, это сетей, не по П другой. Мне растутся. Да. Но нас интегрирование еще от Штых, там есть илья ахет, забивая. Эээээ... Котовый я интегрирование по П штырь. Вот это? А, вот это. Согласен, да. Согласен, что вот это... Значит, это, да, нужно было, может быть, это говориться, да. Потому что D д., пропорционально вот эту штучку, она имеет резкий максимум при p равном p фирме, а здесь будет p штраф. То есть мы вот это полагаем просто p фирме. Точно так вот, потому что вот это резкий максимум, поэтому мы вот это берем при p фирме, а это точно так же берем тоже из-за этого резкого максимума для p фирме. Так что у нас в конце концов вот это альфа входит от P в P ферму, а в основные я вот лично, вот здесь я, значит, 2π, двойка от скрина, двойка от, значит, нормирования коренового фрежантора, 2 на 2π плюс единица, и в результате у нас коэффициент возникает вот такой, 2π, 2π, вот здесь возникает. Так, 2, по-другому фрежан, 2π в кубе, так, и еще, вот только что мы говорили, берем на P ферму, и вообще-то знаем минус, так, поскольку вот это, это минус вертой функции, так, минус вертой функции. Ну, в результате видно, что это и есть то, что называется плотность в состоянии, для вот такого, из таких законов здесь, значит, это будет 8, так, 8, вот эти сократятся, так, π у нас градинца, это будет В объект, так, на объем, в позиции В, В, В квадрат, а, давайте я вот это назовем, что это, назовем, что это будет В на Ж, В на Ж, вот, я хочу специально выделить, и у вас тогда получается, вот я получил, потому что у меня вот здесь тоже написано арх, так, 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 вот теперь смотрим, что у нас получилось, у нас вот на этих даты, можно вынести их, даты вот здесь есть, и вот она здесь, давайте я в одну часть это перенесу, заодно знак сменится, и будет плюс, так, здесь будет, что тогда, здесь будет, вот это, альфа, пыль, на вот это, по эферу, на пик, вот так, на В, так, ну, и все, на ТЛ, а ну, и вот оно получилось. Значит, я вот плотность состояния, вот эту же написал, вот это закон о дисперсии, если бы закон о дисперсии был другой, я бы просто назвал это плотность состояния и все, то, что здесь, более сложный функциональный вопрос. Я бы то, что я здесь и назвал плотность состояния для более сложного закона дисперсии. Вот там строят какие-нибудь причисленные вычисления, сложный закон дисперсии, плотность состояния кривые рисуют, так вот это плотность состояния на поверхности фермы. Просто квадратичная изотропная закона дисперсия, она равна вот этому, а для другого более сложный закон дисперсии. Это какая-то штука, на которой в зонах картинках нарисована масса таких штук самых разных. Но это будет плотность состояния на поверхности фермы. То, что здесь возникло, называется плотность состояния. Просто в нашем случае это вот такая штука возникла. Так, так вот эти вот, вот эти вещи я как раз и назвал армии просто теперь. И тогда видно, что условия устойчивости нашей, это параметры, которые связаны с взаимодействием. То есть это коэффициенты разложения вот этой функции, то есть штрих, функции фермы-жидкостного взаимодействия по вот этому, по другому, разложения как функции от угла между этим минусом, по полевому лежатым. С множителем, с каким-то множителем, вот, вот, множителем. Потому что армии у нас были прямо, коэффициенты разложения, а здесь вот плотность состоит. Вот, так что это есть, эти коэффициенты армии, это коэффициенты разложения вот этой штуки. То есть соединиться на шве, на плотность состояния, на поверхности фермы. Так вот, а здесь сумма по А, Д, нуля по бесконечности, вы выделили по А, Д плюс единица, А, Д, Б, Д, восемьдесят грамм. Вот, вы писали, вот, без этой штуки, там стояли А, а теперь стоят вот эти штуки. Вот, вот, разложение наше. Ж, ну тогда еще вот это В нужно. То есть если Ж у нас вот так определено, вот этот объем еще нужен. Вот у нас разложение, какое используется. Вот эти параметры разложения, что мы делаем. И условия устойчивости, и простое. Вот эти штуки не равны нулю. То есть Д, Н, Б, не равны нулю. Тогда нулю должна равняться вот этому. Единица плюс А, Д, должно равняться нулю. Вот это двойницкая устойчивость. То есть А, Н, должно равняться минус единиц. Ну, величина это взаимодействие, знак это показывает, как это будет взаимодействие, да. А величина взаимодействия это бодули этой величины. Если А больше минус единиц, больше единицы, по-моему, то тогда, так сказать, система должна быть неустойчивость. То есть вот это А, Н, А, Н должно быть больше минус единиц. Вот так. Больше минус единиц. Единицы плюс А, Н должно быть положено. Вот это условия устойчивости. Вообще говоря, устойчивость по отношению к чему? По отношению к возмущению, мы же рассматривали что? К возмущению Т, и Т, и его возлагали по сферическому функции. То есть это возмущение по отношению, ну, к возмущению поверхности фирмы. По отношению к возмущению сферической поверхности фирмы. Относительно разных деформаций. А, ну, в отношении просто к ней. А, один, в отношении вытягивания поверхности вылепства, ну, и так далее. Вот. Фактически вот эти признаки. И эти признаки. Условия. А, ну, на самом деле, вот так вот. Вот так вот. Условия устойчивости. Так? Так что вот один из эффектов из вот этой фирмы-жекистской науки, значит, уже вытекает, что вот эти параметры разложения должны быть вот такие, потому что просто все основное состояние должно быть устойчиво, должен быть минимум термодинамического потенциала и все. Так что вот это фактически написано. Ну, мы написали для экстремальной точки, понимаешь, что там минимум. Ради самым возмущением написано. Вот это, так сказать, один из эффектов. Второй эффект, который я хотел рассмотреть, значит, ну, давайте я его только обозначу это. Значит, то, что было сделано Лондару сразу, вот когда он теорию фирмы-жекистской придумал, и более того, это как бы послужило, вне конца, толчком к тому, как придумать эту теорию сам, теорию фирмы-жекистской. Вот что до него, так сказать, дошло, так сказать, когда до него, он заобразил, как это сделать, он не понял, как построить эту теорию фирмы-жекистской. Это, значит, как определить эффективную массу к такой, по частицам. Эффективная масса связана с движением. Эффективная масса, которая определяется как? Что скорость, это есть выделенная на н, где? Вот это, прямо это некая эффективная масса. Как скорость должна быть связана с единицей? Как, каким образом эту штуку можно определить? Для этого нужно определить и проскрывать. У вас плотность потока массы должна равняться просто импульсу, так сказать, элемента жидкости. Так, значит, плотность потока массы должна равняться импульсу, значит, момента. Вот, так? И импульсу, значит, вот этой жидкости. Вот из этого условия можно определить плотность потока массы. Значит, импульс, первое, так, как у вас? Плотность импульса, да? Импульс. Масса будет. Значит, у вас, значит, импульс какого-то элемента, вы должны написать сумму. В, 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 В. Должно равняться плотности потока массы. Масса, сумма, здесь должна стоять скорость на МФ. Протность потока. Вот такая штука должна стоять. Вот, значит, скорость что такое? Что следует понимать под скоростью? Ну, на самом деле, поскольку у нас введена энергетическая частица, и это есть практически то, что называется функция г-мельтона на этой частиц. Вот г-мельтона энергодерживая через импульс, просто по определению г-мельтона. Скорость это есть тогда г-мельтона по д-мельтон. Д-мельтона по д-мельтон. Д-мельтона по д-мельтон. У вас тогда получается выражение, как сообразив, что, значит, у вас все нужно искать, то есть выполнение вот этого соотношения, значит, можно записать вот так сумму по В, так, В, 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 теперь в этом соотношении написать, значит, в этом соотношении ввести, чтобы посмотреть случай, когда у нас есть возмущение, то есть f у вас будет заменяться на d-d, то есть когда f, f, и замените на f, плюс d-d, f, как выполнение соотношения. Тогда у вас будет сменуще, вот здесь. Вот здесь останется сумма по f, p на d-d, f, а здесь останется минус сумма по f, ну, это было, да, так, f, d, f, p, вот здесь есть добавка, в f, p есть добавка, и в d-d, f, p есть добавка, так, то есть вот здесь есть d, e, p, p, это же фуаз в основном как бы такое состояние, по частицам, плюс d по db, b это епсин, так, и df плюс d это епсин, так, и если мы, кстати, ограничиваемся от линейки членов, то здесь будет d по епсинам, а dp, так, плюс, так, умножить на d это епсин, так, и здесь будет плюс, плюс, тогда будет плюс, так, d, d это епсинам, а d, b, f, вот у вас что будет, так, теперь можно попытаться отсюда получить уравнение для скорости, например, вот, за скоростью, и найти отсюда скорость, скорость окажется, без сомнения, пропорционным приемом, окажется пропорциональным импульсом, а коэффициентом порциональностей должен быть идициональным, игра трон, вот это вот, вот, то есть вы должны найти скорость, и выделить тогда, что оно вот это вот. Скорость где? Вот она скорость, и вообще моя скорость входит еще вот сюда. Тут неудобство в чем? В том, что скорость входит под знак производной еще. Избавиться от этого тоже нужно. Нужно взять и проинтегрировать вот этот интеграл по частям, возникнет опять df до ε в интегральный член, где интегральный член уйдет конечно. А в интегральный член возникнет под интеграл на df до ε, так, на df до dp, который сидит, df до dp, это опять скорость, так, а здесь возмущение функций распределения, так что у вас напрашивается, что уравнение не будет. Здесь член b на df, здесь член b на df, а здесь тоже b на df возникнет, но отсюда еще возникнет член cf до 10. Вот у вас будет уравнение. Уравнение будет какого типа? Отсюда, в конце концов, какого типа возникнет уравнение? Уравнение для b, вот dx до df, будет равно чем? p деленное на r, конечно, p деленное на r, так, плюс или минус там, как получится, так сказать, не могу сейчас в ходу сказать. А здесь будет сумма по p штрих, поскольку вот d и t ε на p штрих. Здесь будет стоять rf до df от вот этой df до ε. Дальше будет стоять df до df до df. Вот от этой у, пусть не интегрировали по частям. А дальше будет стоять d ε по df со штрихами. Вот это интегральное уравнение для вот этой скорости, фактически. Фактически напрашивается, что возникает интегральное уравнение для скорости, и это приводит к тому, что, значит, вот d ε по df скорость пропорционная на p, безусловно, но масса будет другая, будет какой-то знаменатель, условленный тем, что вот интегральное уравнение. Ну, вот это качественное упражнение можете взять и вычислить, потому что все здесь готово. Вот здесь уравнение, фактически, у нас на 10, потому что вот это решение вычислям, чтобы вы решили d t и я. У вас будет, нам напрашивается прямо уравнение для вот этой скорости частицы, для скорости частицы, как она связана с интегрированием. Безусловно, пропорциональность интегрирования. Ничего другого быть не может, поскольку все изотропные случаи осматриваются. А, коэффициент пропорциональности, тоже очевидно, что будет другая. Что туда пойдет? Что туда пойдет, тоже, вообще говоря, догадаться несложно. Потому что функцию фирмы жидкостного взаимодействия мы разложили по вот этим сферическим функциям, и у нас вошли параметры оправления. Так? А он, он не связан с никакой угловой зависимостью, конечно. Потому что он соответствует нулевой этой гармонике, никаких от углов зависимости нет. Так? Потому что эта скорость должна быть пропорциональна интегрирования, а интегрирование содержит угол. Так? И если выделена какая-то осень сферической системы, то угол, который задает этот интегрирование, это единственный такой, физический, потому что все угловая зависимость. Такая вот такая, оксиадрная зависимость, как оксиадрная симметрия должна быть. Это угол отклонения, опять, для синтокса. Это косинус т. Это что? Единственный, может быть, это угол т. Так? А косинус т это первое поленомближанное. Так, тут P1, 0, это первое поленомближанное. Это разложение. Писал вот. К сожалению, разложение исчезло. Это P1 просто. P1 просто. P1 просто. P1 просто. P1 просто. P1 это как раз то есть статья. Коэффициент при I1 у нас обозначен ну, а B Поэтому, вообще-то говоря, напрашивается, что сюда должен выйти только коэффициент А1. Других у многих есть и другого возраста. Но он должен выйти именно коэффициент А1. Как он пройдет? Он должен определять коэффициент А1. Когда ты считаешь, что это так, то осталось взять только чисто технический проделатель. Но вот это те моменты, которые мы можем просто из того, что мы берем пункт распределения, и от того, что мы определили, как написать, что такое эффективная масса. Что это то, что связывает со скоростью. Скорость с импульсом, а скорость можно определить по потоку. Потому что поток массы должен равняться импульсу этого элемента. Это импульс должен быть масса потока массы. А поток масса – это масса на поток. Так что вот отсюда можно это получить. Остальное – это мы должны просто развивать науку, опираясь на это предоставление. Например, термодинамику не произвивать никакой сложности нет, потому что туда входят энергии частиц и различные дифференцирования по термодинамическим переменам. Все отличие от обычной, от рассмотрения, скажем, невзаимодействующей системы, в том, что у газа энергия частиц не зависит от каких-то термодинамических перемен аппарата. Температура, химического потенциала, давления, еще чего-то. Объемы, в конце концов, каких-то условий. А здесь оказывается, что энергия вот этих возмущенных состояний, которые мы рассматриваем, она зависит от состояния всех других частиц. А стало быть, и от температуры, от химического потенциала, от всего прочего. Вот отличие в этом, что дифференцировать нужно по термодинамическим переменам, по той же температуре, по объему, по давлению и еще там по чему-нибудь. Дифференцировать нужно не только явно стоящие зависимости, но и те, которые входят в энергию. Как дифференцировать, вообще говоря, тоже известно, потому что как меняется энергия при изменении чего-то, у нас написано через вот эту ферму, через функцию фермы, жидкостного взаимодействия. У нас тоже это введено. Так что, несмотря на то, что, казалось бы, ничего нет, спектра нет, есть только вот то, что мы, так сказать, условно назвали спектром. Но мы знаем, каковы производные изменения, какие возмущения возникают, какие изменения энергии возникают при изменении функций распределения. А они вот определяются этой функцией фермы, жидкостного взаимодействия, которая тоже неизвестна. Но мы знаем, что это должно быть в результате. И, так сказать, можно вставать на утром покоя уже все. Ну и вот это, вообще говоря, такая первая наука была, которая для сильного взаимодействия системы, для гелия-3, например, показала, как это делается и каким результатом любой это результат еще, согласились с опытом. А там еще можно из этой новки предсказать еще там разные явления, которые потом тоже были определены. Дальше вот. Ну вот на этом давайте мы тогда закончим и до следующего повторника. В следующий повторник мы тогда какие-то, ну, где есть свойства, посмотрим, как вычисляетесь. Вот, во-первых, мы сгорелся с эффективной массой еще. Вот. И вот, где есть свой свойства. И где это поехали. Спасибо. Продолжение следует...